Триумфаторы Тэквондо в Самару с чемпионата мира вернулась команда из 8 спортсменов, участников сборной России. На их счету 13 медалей, в том числе 5 высшего достоинства. О победителях расскажем далее. Они все победители, без преувеличения. 8 человек из самарской команды юниоров одного из клубов по Тэквондо привезли сразу 13 медалей, по несколько на каждого. Если спортсмены сосредоточенно боролись за звание лучших на татаме, то их родители переживали дома. Теперь можно не сдерживать эмоций. Я очень рада, но волнительно. Я очень горжусь дочкой своей, потому что мы к этому шли долго. Я благодарна тренеру Алексею Витальевичу за то, что мы попали на такой чемпионат. Российская сборная обошла 54 страны из 56 по количеству золотых медалей. Всего 13. Одна из них у Александра Оснопова, абсолютного чемпиона Самарской области. Накануне боя он встретил свой 16-й день рождения. Тэквондо занимается 10 лет. Говорит, поединки были очень тяжелыми, но выстоял. Долго и серьезно готовился к этому. С тренером каждый день тренировались. По сборам ездили в Кострому. В Минске были сборы перед самим чемпионатом. В лагере у нас в Тольятти тренировались каждый день. А ведь победы могло бы и не быть. Тэквондо пока что не входит в перечень видов спорта, в которых финансирование команд предоставляет государство. За всю поездку приходится платить самим спортсменам и их родителям. Таких денег у матери Александра Яны Казаковой, которая воспитывает сына одна, просто не было. И она обратилась к главе региона Дмитрию Азарову. Я очень волновалась и продолжаю волноваться, потому что это грандиозный труд. Было нелегко. Хочу сказать огромное спасибо ему, всем родителям, потому что болели всем до больного сердца. Огромное спасибо хочу сказать всем, кто поддерживал нас. И Дмитрию Игоревичу Азарову, он незамедлительно отреагировал на наши просьбы. Сделалось детей не просто победителей, а порядочных и честных спортсменов. Так родители говорят о тренере команды. У спортсмена все тяжело достается. Но главным этапом в этой подготовке было именно морально-волевое настроиться. Потому что физически спортсмены были все готовы. И самый последний этап как раз психологический. Именно настроиться, подготовиться, выйти с ясной головой, как говорится. Теперь самарским юниорам предстоит небольшой отдых и подготовка к следующим состязаниям. Уже в ноябре в Екатеринбурге состоится Кубок России. Анастасия Зубрева, Дмитрий Столяров, Новости губернии.